Всем привет, ребят! Друзьям из Поднебесной очень понравился обзор на простенький штатив для смартфона, поэтому они прислали его улучшенную версию, обновленную версию. Вот такой штативчик, ничего вам не напоминает. Как-то зимой я делал обзор на подобные устройства от Ulanzi. Это чуть отличается. Ну, короче, сейчас посмотрим на него. Весит эта штука 500 грамм практически в сложенном состоянии в длину 30 сантиметров. Минимальная высота у нее тоже, соответственно, 30 сантиметров. Что самое важное, вот этот держатель здесь нормально сделан и выдерживает iPhone 13 Pro Max. Здесь зачем-то на ручке вот этот вот поворотный механизм. Мы его попробовали сейчас с Лехой, как типа стабилизатор внешне-механический, ну, такое себе. Есть пульт, естественно, он работает по Bluetooth, заряжается от USB-C. Дистанция работы 10 метров. Ну, как бы пульт нормальный, все окей. Есть крепление четверть дюйма под свет, под что угодно, под какой-то держатель для смартфона свой, там, что угодно. И, соответственно, обычный крепеж под смартфон классический. Держатели эти раскрываются. Ставится 13 Pro Max в крупный смартфон без проблем. Может поворачиваться, причем у него нет углов фиксированных таких поворотов. Он может поворачиваться, как вам заблагорассудится, соответственно. Еще одно хорошее отличие от того штатива, от Уланзи, то, что здесь есть кнопка. Ее нажимаете, и он вот так раскрывается. Но единственное, что в нижнем положении он не фиксируется. Вообще никак. С помощью этой ручки также мы можем вращать все это дело. Как бы мне нужно показать весь функционал этого устройства, поэтому я это сейчас и делаю. Еще там есть очень красивая коробка, на которой расписаны краткие технические характеристики. Я думаю, что эта коробка стоила, наверное, четверть от всей вот этой конструкции. Максимальная длина вот этого устройства 180 сантиметров. Капец, какой он высокий, что я вам могу сказать. Естественно, внутри у нас полая конструкция, да, классическая, которой доверять я бы не стал. И вот 180. Мой рост 190. Эта штука в высоту 180 сантиметров. Она высоченная, она здоровенная. И как бы в меру легкая для своих размеров. Но зато она дорогая. Как по мне, 2000 рублей вот за это, это дорого. iPhone 13 Pro Max в защищенном чехле, тяжеленький. Мы сюда устанавливаем. И вы видите, что вот это крепление, оно держит. Даже если я сейчас расслаблю и затяну вот в таком положении, оно держит мой iPhone. А у того штатива Уланзи, оно практически не держало. А здесь я даже буду нажимать вот так, и он не просаживается. А с помощью этой ручки вы можете, соответственно, вот его вот так вращать. Ну, не так, конечно. Вы меня поняли. А вот в таком положении. Можете все это дело вращать. Опять же, пульт подключается по Bluetooth. Устройство будет называться VIP. Почему-то так решил производитель, что оно будет называться VIP. Работает до 10 метров, заряжается от USB-C. Я это уже сказал. Эту штуку можно использовать, опять же, как селфи-палку. Для этого нужно вот это дело все сложить. iPhone на себя наклонить. Ну, не iPhone, смартфон, не у всех iPhone. У кого-то, у многих Android. И сейчас смертельный номер, за который может быть больно. Опять же, эффект удочки, мы это с Лехой называем. Когда вот так вот вытягиваешь смартфон и смотришь, что он достаточно сильно трепыхается, но держится. Я напоминаю, что это iPhone 13 Pro Max в защищенном тяжелом чехле на 180 сантиметров выдвинутый. И нормально держит. Я, конечно, боюсь, что это все может упасть, это все может сломаться. Но, по-моему, Лех, вот как ты думаешь, по сравнению с тем штативом лучше держит, да? Да-да, этот крепче, прям в разы крепче. Крепче, не так сильно изгибается. Я вот и смотрю, он не так сильно порусит даже. Мы еще говорили, что GoPro туда неплохо повесить и прям совсем шикарно. Да, сюда без проблем вешается GoPro, это все разбирается. Вот эта вынимается штука, вешается GoPro. Либо если в GoPro вашей свежей, например, есть четверть дюйма резьба, то, соответственно, можно просто через четверть дюйма сюда эту GoPro поставить. Лех, ну вот как ты считаешь, две штуки вот это стоит? Ну две, конечно, дороговато. Полторашка, 1200, вот прям вообще бы шикарно. Я считаю, 1200 было бы вообще идеально. Без коробки, я бы брал без коробки. Без коробки, я говорю, коробка здесь не нужна, ребят. Ну хоть коробка и красивая, конечно. Красивая коробка. Ну подарок, если кому-то опять же. Ну знаешь, что самое такое стрёмное на коробке? Это перевод. А, перевод. Перевод там отстойный вообще. Поэтому я бы сделал простенькую коробочку, оставил бы чехол, потому что это хорошо. Оставил бы пульт, потому что это всегда нужно и всегда удобно. И снизил бы цену до 1200. И это было бы вообще офигенное решение. Вот такой мини-штативчик. Ссылка на него на зоне будет, естественно, в описании. Огромное спасибо Лехе за помощь в съемке данного обзора, за его непредвзятое мнение. А на этом у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока. Увидимся.